Здравствуйте, дорогие друзья! У нас в гостях на интервью игрок ФК Сочи по FIFA Егор Килмикс 13 хвостов. Здравствуй, Егор! Ты чемпион весеннего сезона LG Ultra Wide, но интервью мы, получается, берем долго сегодня. Все это из-за коронавируса, потому что в связи с коронавирусом у нас никак не получалось взять интервью ребят. Что помнишь по этому своему чемпионству, какие-то моменты? Понимаем, что прошло много времени, но так просто освежим память, вспомним, что как. Здравствуйте, но я точно помню, что в плей-офф у меня было очень много игроков из Казахстана. Там, по-моему, прямо с 2016 до полуфинала были только игроки из Казахстана. Очень яркое воспоминание. Давайте передадим привет Казахстану и пойдем дальше. Играешь ли ты в осенний сезон, который идет, и какие планы на гранд-финал? Я отобрался уже на осенний сезон. Он будет в конце ноября, в начале декабря. Ну и в гранд-финал я уже тоже попал из-за того, что я выиграл как раз-таки весенний сезон Ultra Wide. Да, это мы понимаем. Какие ожидания? То есть только чемпионство или равная борьба, там главное не победа, а главное участие. Ну, пару таких слов от себя. Постараюсь показать максимальную игру и зайти как можно выше. Краткость сестра таланта. И Егор талантлив во всем. Егор, расскажи, как на тебя повлиял карантин с точки зрения как игрока? То, что стало меньше ланов, возможно, больше онлайнов. Какие именно у тебя изменения? Ну, больше появилось времени, больше времени на то, чтобы тренироваться. Ну и везде появилось очень много турниров в онлайне. А также все LAN-турниры перенеслись в онлайн. Больше времени в связи с карантином, то, что ты находишься дома. И Егор молодой перспективный игрок. Ты еще учишься, если я не ошибаюсь, верно? В 100 классе. Подготовка к ЕГЭ занимает, отнимает ли время у тебя как у игрока в FIFA? Да, я занимаюсь репетитором. Два раза математика, два раза физика в неделю. Как-то это сказывается на твоих результатах в Ultimate Team, в осеннем сезоне? Чувствуешь ли ты, что как-то просел? Да, в принципе, нет. Я распределяю время так, чтобы времени на все хватало. Расскажи о своей организации. Если я не ошибаюсь, это футбольный клуб Сочи. Как ты туда попал? Как у вас идет работа? Какие ожидания? Не стесняйся. Мне позвонили в начале августа, предложили. Я согласился. Также со мной в команде есть два игрока. Один на Xbox, второй на PlayStation. А ты играешь только на PlayStation? Я играю только на PlayStation, да. Не хотел ли попробовать свои силы на Xbox или быть мультиплатформенными на двух платформах одновременно? Ну, пока нет таких планов. Но, может быть, в будущем попробую играть там и там сразу. Сочи оказывают ли вам какую-либо поддержку? Как вообще происходит контакт с клубом? Ну, говорят, что делать. И, в принципе, мы стараемся оправдывать их ожидания и все. Вы оправдываете их ожидания? Как? На твое мнение? Ну, я думаю, за то время, в которое мы находимся в клубе, я думаю, мы оправдали их ожидания. Какие ожидания дальнейшего сотрудничества? У вас, может, есть планы на чемпионство или на новые игроки? И что вы ожидаете как от себя, так и от клуба? Занимать самые высокие места на всех ближайших турнирах. Как тебе новая FIFA? Ожидания оправдались? Нововведения? Новый ультимейт? Расскажи о своих успехах и о своих мыслях об этой игре. Ну, я занатил немного 4-поинтсов, сыграл 80 драфтов, собрал неплохой состав, уже верифицировал свой аккаунт. Но по поводу геймплея он такой же остался, но цифры стали в два раза меньше просто. По поводу нового киберспортивного сезона, у тебя есть какие-либо мысли, возможно, предложения? Опиши, как ты считаешь, хороши ли новые нововведения? Буду стараться играть все турниры, которые есть в России, а также буду пробовать отбираться в Европу. А что можешь сказать о новом сервере? Ну, пинг стал в два раза меньше, но геймплей стал такой же. То есть все равно ночью играть намного лучше, днем и вечером. Ну, все осталось так же, как раньше. Большое спасибо тебе, Егор. Если не сложно, скажи пару слов для так же молодых игроков, как ты, но которые еще не достигли таких успехов, которые есть у тебя. Поделись опытом. Ну, я считаю, нужно больше тренироваться и разбирать свои ошибки в проигранных матчах. Работа над ошибками. Ребята, работаем над ошибками. С нами был Егор, игрок Сочи. Большое спасибо, что смотрите нас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!